Я включу, конечно же, шапку, представлюсь, я Фред, трейдер, управляющий активами, вот уже, наверное, год, как веду вебинары в Admiral Markets, по вторникам у нас, как обычно, обсуждение рынков, и по четвергам, через четверг, не каждый четверг у нас тематические темы, мы обсуждаем разные, интересные вам, в первую очередь, трейдерам, темы. Сегодня мы обсудим календарь рынка и несколько событий, новостей, которые были и будут на этой неделе, у нас по NASDAQ было такое сильное падение, такая тренировочка, возможно, перед коррекцией, а потом, как ни в чем не бывало, рынки пошли обратно, обсудим и этот момент, и по нефти у нас тоже назревает кое-что интересное. Ну, а пока предупреждение о рисках, регуляторы требуют, чтобы мы клиентам показывали это сообщение, предупреждали их, потому что любая маржинальная торговля, это риск, вы можете потерять больше, чем у вас на депозите, на балансе. И, наконец, Мирал Маркетс, организатор данного вебинара, собственно, вы и знали это, это офис в Лондоне и в Таллине, в Лондоне я не был, а вот в Таллине офис практически каждый день посещаю. Все вопросы ваши по трейдингу адресовать туда, не стесняться, они очень быстро, оперативно отвечают, целый отдел будет заниматься вашими вопросами. Что касается вебинаров, вы можете прямо здесь писать темы, любые темы, тоже не стесняйтесь, все, что вам интересно на рынке знать, вот всяких шальных тем, каких-то таких совсем уж смелых, и заканчивая темами, которые вы называете, вопросами, которые вы называете, допустим, глупыми, часто очень говорят, вот глупый вопрос, нет глупых вопросов, спрашивайте, задавайте, если это интересно даже одному человеку, но в целом может быть интересно большему количеству людей, мы обязательно об этом поговорим, обсудим. Ну и включая сложные темы, возможно, здесь есть трейдеры уже практикующие, торгующие на рынке, так что можем им посвятить какую-то тему. Итак, я включу метатрейдер, он у меня открыт, вот метатрейдер макетовский, начну сразу с нефти, давайте переведем на daily time frame и переключим в презентации, опять же, он потребует скачать, хотя я тут в настройках копался, в маковских, кажется, решил этот вопрос, но не уверен, сейчас посмотрим, спросит ли он меня закачать опять плагин, попросит ли, и что будет дальше, установить плагин, да, не решается этот вопрос, пол компьютера в этих плагинах, открываем, вот он устанавливается, хорошо, что это длится пару секунд, и включаем, собственно, наш, давайте это откроем, и включаем, собственно, презентажки, презентации, кнопку разрешить, и должно все быть сейчас нормально, запустить, наконец-то, вот он, метатрейдер, напишите, если вы видели, видите, или видели только что мой метатрейдер, так, пока не вижу плюсов, вероятно, вы не видите, хотя с моей стороны, а, видите, отлично, ну и давайте кое-что закрою, чтобы не мешало, оперативку не сжигало, всякие месседжи, и iTunes, и все, что нам мешает, окей, итак, поехали, давайте тут с графиком еще определимся, тут очень много линий всяких, всякие голова и плечи нарисованы, я не знаю, как их убрать на дейли, точнее, я знаю, как их убрать на дейли, но это займет очень много времени, но для тех, кто не знает, если вам мешает какая-то линия на дейли графики, вы нажимаете правую кнопку, и убираете на том таймфрейме, на котором вам мешает эта линия, вот я только оставил на часовом, итак, на дейли, ну, не обращайте внимания на вот этот сгусток линий и слов, это потому, что у меня на часовом графике вот такая была картинка, head and shoulders, очень красиво отработанная, я давно не видел, чтобы так красиво ходили фигуры, вот просто после этого никто не имеет права сказать, что теханализ не работает или он работает плохо, ну да, он не всегда работает, но в данном-то случае фигура реализовалась практически шикарно, практически безупречно, с небольшими здесь, вот так сказать, сложными пробоями, но это как раз урок тем трейдерам, которые ставят стоп-лоссы очень близко, там 20-30 пунктов, не ставьте так близко, и вообще, как я всегда говорю, ждите, пускай он зайдет, пускай вы там чуть больше потеряете, или если вы еще не зашли, вообще хорошо, ждите, пока сформируется что-то вверх-вниз, что-то произойдет, и только потом продавайте. Ну вот в данном случае нам два раза дали возможность войти в эту линию шеи, вот вообще-то я ее выделил бы очень-очень жирным шрифтом, выделил бы, не шрифтом, даже линию сделал бы жирной, потому что эта линия уже доказала, что она работает, даже если вот сжать вообще шикарно, смотрите, еще здесь мы ее видели, потом не смогли зайти, это уровень 48 примерно, 47-90-48, потом не смогли зайти, сначала пробили, конечно же, потом не смогли зайти, крохнулись очень сильно на уровень там 42 с чем-то, а потом попытались зайти выше нее, неудачно, со второго раза сильно пробили, смотрите, сколько раз мы ее видели, коснулись, оттолкнулись, еще раз коснулись, оттолкнулись, тренд усилился, собственно, так и рисуется голова, плечи так само собой, голова рисуется именно на усилении тренда, когда рынок рисует, ну, допустим, пятую волну или какую-то третью, но я не волновик, это так я образно говорю, когда на рынок приходят те, кто, так сказать, вначале пропустили этот рост, формируется какая-то вершина, предел, рынок уже не может больше расти и тут он начинает падать, но голова и плечи формируются не потому, что рынок упал и пошел сразу вниз, потому что пробиваем, рано еще рынку пробивать эту линию падать, два раза опять мы касаемся этой линии, но это уже, господа, не случайность, это уже закономерность, раз, два увидели, три, четыре, пять, шесть, семь, два раза в течение дня, может быть, в разные дни, попытались оттолкнуться, не смогли, даже не коснулись верхней кланки этого канала, чтобы как-то протестировать, оттуда снова, ну, вот здесь уже пошли ложные нервы, рынок стал видеть этот уровень, стал его, может быть, хуже отрабатывать, хотя парадоксально, если он уже убедился, что линия есть, казалось бы, лучше его надо отрабатывать, но, видимо, медведи захотели с первого раза пробить, не смогли, развернулись, опять коснулись линии, со второго раза пробили, задержались, упали, и так еще пару раз мы эту линию увидели, и, наконец, грохнулись и упали. Сейчас, на мой взгляд, формируется, ну, опять же, я не сторонник таких стереотипных фигур, рынок – это рынок, не надо на него смотреть только с точки зрения теханализа и говорить, что вот сейчас формируется это, и будет то-то, то-то. Нет, конечно, все это живое, все это меняется сто раз, изменить направление, но если говорить о стереотипных фигурах, о том, что рисует рынок, он, похоже, рисует, причем, как ни странно, я на дейли все это черчу, сам не верю, что я, на дейли, на часовом, что я из своего любимого дейли формата, таймфрейма, точнее, ушел в какой-то часовой, сейчас мы посмотрим, что здесь, так, почему он не передвигает, а, вот, вот так, ну, пускай будет так, ничего страшного, если криво, пускай будет так, главное, что это какой-то флаг, да, перевернутый флаг в данном случае, то есть, вот он, тренд вниз, мы уже это доказали, подтвердили, пробитим шеи, ну, и видно, мишек больше, чем быков, и такой флаг формируется, будем ждать, что мы пробьем, потому что сигналом для флага служит пробитие именно вот этой линии, продолжение, а еще лучше вот этой линии, это уже все, это уже понятно, что мы будем идти до 43, до 42, но пока этого не происходит, внутри этого флажка работают только, ну, такие пипсовщики, которые любят по доллару брать, хотя доллар, возможно, даже много, если смотреть на последнее движение, да, такой, не флэт, конечно, но все же, не как в 2014 году и не как в 2008 году. А что мы сейчас ждем? Мы сейчас ждем, тут еще одна линия разрисовалась интересная, мы, конечно, говорили, мы договаривались, что о фундаментальном анализе будем говорить, а получился технический, но не страшно, если что-то рисует инструмент, если что-то происходит на рынке не из фундаментального, не из разряда фундаментального анализа, то об этом все равно стоит поговорить. Вот я сейчас жду, чтобы мы снова зашли в 46.60 или где-то вот в этой области, 46.70, может быть, или зашли, или оттолкнулись. Вот если мы оттолкнемся, пускай это произойдет где-то здесь, еще лучше, я подожду или, может быть, продам со стоп-лоссом близко, и следующий путь вниз, если, конечно, не выйдет каких-то экстраординарных новостей. Теперь, что касается новостей, завтра у нас среда, как обычно мы ведем вебинар во вторник, за день до того, как запасы, вот, к сожалению, Адмирал, то ли он запасы нефти относит к немаловажным событиям, давайте уже на сайте Адмирала, я переключу секундочку, давайте уже на сайте Адмирала мы поищем вот эти данные по нефти, зайдем в календарь, надеюсь, видите, да, видите ли вы календарь, да, должны видеть, точнее, браузер, я ушел с Мототрейдера, теперь я в браузере, пускай будет московское время, и возьмем сегодняшний и завтрашний день, и проверим все новости, абсолютно все, так, фильтр, абсолютно все, ну, пускай будут штаты, да, это по штатам новости, и все, даже еврозону уберем пока, потому что я хочу поймать нефть и посмотреть, что там по нефти у нас будет завтра, что было в прошлый раз, так, надеюсь, видно, вот, запасы сырой нефти, да, стоят две звездочки, так сказать, желтым цветом, считают, что не столь важно, ну, не столь важно для всего рынка, а для тех, кто торгует нефтью, очень даже важно, плюс запасы бензина выйдут, и здесь очень важно, в прошлый раз была цифра, последнее падение и формирование, собственно, головы и плеч, мы начали, нет, даже в районе формирования, вот, смотрите, где это было, это была уже вторая волна, назовем это волной, да, падение, вот, вот это вот было на запасах, ровно вышли запасы, вот, 18-30, сколько там, по времени сейчас посмотрим, 18-30, обычно, 17-30 по Москве, вышли запасы и повалили вниз, потому что они два раза подряд выходили отрицательные, снижали запасы, и вдруг неожиданно вышли вот такие большие 3 миллиона баррелей в день, но оно понятно, вышки растут, вышки не перестали даже уменьшаться ни разу, мы проводили в прошлый четверг вебинар по нефти, давайте я дам ссылку на него, прямо на сайте же Admiral Markets, надеюсь, там есть, давайте я дам ссылку для тех, кто не был, и кому интересно торговля нефтью, между прочим, неплохие условия, да, и лот поменьше, и спрайк нормальный, можно торговать, так, я посмотрю, где же это может быть, нет, здесь нет, тогда пускай это будет YouTube, просто вот включим канал Адмирала, вот я захожу сюда, Admiral Markets.ru, да, вот канал на YouTube, надеюсь, видно, нет, не видно, вот сейчас будет видно, канал на YouTube, и вот здесь в разделе видео, ну, подпишитесь, конечно же, желательно подписаться, чтобы видели все новости, и вот он буквально был день назад, вчера его поставили, я вам сейчас скину ссылку в YouTube, в чат, какой YouTube, в чат, вот там полная запись нашего вебинара, посвященного нефти, так что, кому интересно, посмотрите, и возвращаемся сюда, точнее, в календарь, да, и что очень важно, достаточно высокие запасы, хотя ничего странного в этом нет, растут вышки, количество буровых растет, Baker & Huge, я здесь показывал, каждую неделю отчитывается по новым вышкам, по новым буровым, и эта цифра, ну, просто дикими темпами растет, она даже не думает останавливаться, она даже не думает где-то там развернуться, перерыв сделать какой-то, вышки все растут и растут, растут и растут, а где, кстати, наш Baker & Huge, вот, PDF-файл, вот видите, 741 вышка уже в Штатах, на 8 вышек прибавили в неделю, а год назад 2, прибавляли на 2-3 вышки, сейчас уже меньше 5, я не видел, чтобы мы прибавляли, 8, 11, 7, каждую неделю, видите, 328 вышек было год назад, а если чуть раньше взять, год и 2 недели назад было 316 вышек, сейчас 741, газ тоже растут, вышки, дальше по Канаде, а где Канада, вот Канада, ойл, 23 вышки, они обычно весной снижают, говорят, это просто календарный такой фактор, весной снижается количество вышек, и вот на этой неделе 23 вышки прибавили, то есть снижение весны уже, видимо, закончилось, и они снова. Вот этот сайт, Baker & Huge.com, здесь можно смотреть, вот здесь рекаунт, запасы, не запасы, а вышки буровые по США. Единственное, эта статистика не работает прям день в день, да, вы понимаете, что могут выйти хорошие вышки, и рынок будет, скорее всего, будет игнорировать, это будет работать уже с лагом. Я показывал вот на том вебинаре, который я скинул ссылку, там есть заметки, как это работает с задержкой 15 недель, раньше была больше задержка, сейчас меньше, так что все-таки это работает, растут вышки, растет добыча, это не просто статистика вышек. Так что теперь, что делать нам? Ждем, буквально день остался, ждем завтрашних запасов, если подтверждается цифра, если подтверждается, что запасы растут, наверняка мы будем падать, дождемся пробития, я переключил, дождемся пробития, да, переключил, пробития вот этого уровня, флага, пускай нарисуется хороший такой флаг, пробьем этот уровень, и здесь можно селить, конечно, стоп-лосса придется ставить, кто боится уже внутрь флага, хотя, конечно, опасно, может зацепить, кто-то на 46, ну, допустим, доллар целый это может быть, да, на 45, там, 60 продавать, на 46, 60 ставить стоп-лосс или чуть выше, много, ну, уменьшите сайз, я лучше буду торговать меньшим сайзом и стоп-лоссом более-менее вменяемым, чем заходить большим стоп-лоссом и... заходить большим стоп-лоссом, значит, большим сайзом и рисковать, так сказать, объемом большим, так что, и вторая версия, если запасы выйдут низкими, то есть они будут снижаться, они расти, мы можем уйти куда-то вверх, какой-то уровень пробить, там, 46, 61 вверх, я бы все равно был бы медведем, но просто это уже не та игра, которая подтверждает вот именно торговлю на этой неделе, тут уже нужно присматриваться, у каждого будет свой риск-менеджмент, своя точка входа, может быть, мы вообще зайдем сюда и еще поколеблемся в этом канале, тут уже другая игра, тут, наверное, делать ничего не стоит, только на свой страх и риск. Ну, идеально было бы, если бы мы метнулись, тут сработали бы с селл-лимитой со стоп-лоссами и отсюда бы ушли вниз, ну, это идеально, так бывает редко, но посмотрим, пока что фигура вырисовывается и движение такое идеальное, да, на редкость идеальное, ждите подвоха, ждите, пока все это испортится. Окей, что еще я хотел сказать, S&P, сейчас я посмотрю, никто ли не пишет в чате ничего, да, S&P, по S&P у меня тоже есть такая мысль, не идея даже, просто наблюдение, что мы по NASDAQ, например, очень сильно провалились, есть какой-то страх у рынка по поводу, сейчас, 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 зум и сделаем вот что, сделаем, нет, это вот так надо делать, ну, пускай будет здесь, есть страх именно по поводу хай-тека, ну, не то, чтобы там пузырь, но очень они сильно выросли и на любом развороте просто сильно продают именно эти компании, потому что, обратите внимание, на S&P такой коллекции не было, вот, практически ее не видно, а на NASDAQ она очень даже ощутимая, достаточно сильная. Ну, все закончилось тем, чем? Все закончилось тем, что рынок начал скупать, скупать все провалы, все развороты, рынок активно, удачно скупал и до сих пор, и даже этот относительно глубокий разворот, видите, он все-таки больше, чем любые предыдущие, ну, не считая ноябрьского, может быть, фьючерса, ночного фьючерса, который упал на выборах Трампа, на победе Трампа, достаточно глубокий, ну, пока что не удалось откупить весь, но вот оставили такие тени, все-таки быки на рынке пока что хозяева. Как мы узнаем, как мы можем предположить, что быков больше уже не так много, быки теряют силу, мы можем вот что сделать, секунду, вот оно что, давайте это мы немножко сожмем и сделаем вот так, вот так, видите, как все хорошо совпадает. Такой был тренд, сейчас я сделаю еще вот что, 2 bars, наверное, вот здесь, да. Потом тренд усилился, усилился, но все же оставался вполне вменяемым, видите, вот так. Вчера мы попытались пробить, вот я специально сжал график, чтобы тени не видеть из-за там 3-4 пунктов, 20-30, неважно, не ошибаться, просто видеть глобальную картину. Неважно, не пробили, закрылись выше-выше. Будем считать пробитием только тот факт, когда мы пробиваем эту линию и закрываемся ниже. Вот тогда можно сказать, что, скорее всего, медведи выгоняют быков с рынка и будут хозяевами. Что бы еще хотелось сказать, падать куда есть у нас. Так что ждем, чем закончится эта игра. Это была репетиция, возможно. Мишки решили взять инициативу в руки, взять рынки под свой контроль. Пока не удалось, мы оставались вот в этом канале. Да, хороший канал, мы из него не вышли. Посмотрим, что будет происходить, пробьем или не пробьем. На проборе предыдущего минимума, вчерашнего минимума, наверное, стоило бы заходить. Правда, куда стоп-лосты ставить? Ну, наверное, на максимум сегодняшнего дня, если это произойдет на днях. Ну, или на максимуме, который нарисовался внутри этого канала. А пока тренд продолжается. Быки покупают. Уверенные быки могут даже сказать, что это был хороший шанс на покупку. Посмотрим. Я бы не стал, мне было бы страшно это делать. Посмотрим, чем закончится эта игра. По крайней мере, мы оставимся внутри канала. Купить можно еще будет успеть. Мы же не будем прямо вот отсюда так расти. Хотя можем, конечно, но не видно пока такой силы. Я к тому, что лучше это делать не на широком рынке, не на S&P, а делать это на NASDAQ. Если вы хотите поймать коррекцию, S&P худший друг. Он даже не показал коррекцию. Там компании, так скажем, более надежные, более с высокой капитализацией. А вот на NASDAQ все это очень-очень четко, грамотно прорисовывается. Прям технический анализ во всей красе, я бы сказал. Без каких-либо... Нету МТ4 секунду. Хорошо, вот окей, теперь есть экран. Давайте я то же самое покажу и скажу. Вот то, о чем я говорил... Да, я иногда переключаю, иногда нет. То, о чем я говорил, это то, что NASDAQ, MQ100 у нас в MetaTrader, вот здесь он есть под таким вот названием, индекс MQ100. Где он? Куда его спрятали? Его куда-то спрятали вниз, наверное. Вот он, да, MQ100. MQ100 стоит, по нему картинка вырисовывается куда более красивая. Нет, я не проснулся, но бывает часто переключать, система неудобная. Вот сделали бы более удобную систему, эти ребята из Webinar.ru, не такую, а, так сказать, более понятную, чтобы здесь не надо было переключать. То есть, если я показываю десктоп, открыли я MetaTrader, вы видите MetaTrader. Открыли я веб-браузер, вы видите веб-браузер, но вот, к сожалению, видимо, не догадались. Или же тут нужно что-то другое сделать. Вот, что еще можно делать? Ваш экран видим всем пользователям. Почему я должен здесь его переключать, если я уже переключаю вот здесь? Окей. Есть, конечно, другие системы вебинаров, но они еще более запутанные. Я пользовался несколькими. Мне кажется, вебинар простой, достаточно простой. Окей. Коррекция увела нас ровно к нижнему каналу восходящего тренда. Ниже мы не ушли, не пробили. Хотя в моменте была попытка, я прямо вот в этот момент выжидал. У меня по другим бумагам были ордера. Если бы мы пробили, я бы зашел в шорт. Ну, мы не пробили, ну и остался в пределах своего видения. Почти ничего не изменил. Ну, пару путов продал по нескольким бумагам на развороте по Netflix, по Tesla. Дальние какие-то путы за нехорошие деньги давали. Ну, не важно, это сейчас. А важно то, что мы остались в канале и нет сигналов для продаж. Для покупок не знаю. Я просто сейчас не бык. Страшновато покупать наверху. За покупки меня не спрашивайте. А вот по продажам будем ждать пробития этого канала, чтобы прокатиться куда-нибудь вот сюда. Сначала, наверное, сюда. Ну, просто уровни. Тут не нужно быть супераналитиком, чтобы что-либо видеть. Наверное, вот здесь мы остановимся, если не будет очень много негативных факторов. 5300. Это достаточно много. 400 пунктов. 400, даже может быть, 500 пунктов удастся поймать. Давайте посмотрим, 500 пунктов можно будет поймать, если мы останемся в пределах этой линии. 500 пунктов. Ну, допустим, откуда-нибудь отсюда, от минимума. Вот куда-нибудь сюда. Нет, даже 400 не будет. 400 пунктов. Да, 404 показывает. Так что вот так. Поэтому идея такая, тезис такой. Делайте не S&P. Делайте это не на S&P, те, кто хочет продавать, шортить. И устал уже на бычем рынке выжидать разворот. А делайте это на NASDAQ-100. Он более такой резвый и все-таки намекнул нам, что хочет сходить в коррекцию вниз. Что еще интересного было? Газ начинает разворачиваться. Сейчас я попробую открыть экран. Что-то не открывается. Секунду. Это трейдер у нас как бы, да, завизнитель хотел. Газ у нас, продержавшись очень долго, ну как очень долго, несколько дней, пару недель, если рабочие дни брать во флете, пытается теперь уйти куда-то вниз. Но минимума не пробил. Посмотрим, что будет происходить. Надо следить опять же за запасами газа. Вот на днях выходят. И за погодой, конечно же, сейчас вот такое время. Новый сезон, лето. И от того, каким будет лето, говорили, что Эль-Ниньо может начаться. Это такой сезон. Не сезон, даже это аномалия такая, даже не ураган. Это не серии Катрины. А такой парадокс, климатическая аномалия, которая случается раз в 4-5 лет. Вот говорят, что может быть Эль-Ниньо опять будет гостем на американском материке, североамериканском. Ну и тогда ждите аномального лета. Ну обычно бывает или зима аномальная, или лето. Ждите, допустим, холодного лета. А значит, никто потреблять не будет газ в таких количествах для того, чтобы электроэнергию упадет в соответствии с потреблением газа. Но посмотрим, что это будет. Такие дальние прогнозы, которые звучали еще зимой. Я даже помню, писал материал по этому поводу, статью, что влияет на цены на газ. Вот когда это падение случилось, попросили меня написать статью на эту тему. Я тоже есть где-то на сайте Admiral Markets лежит. Если что, можно сравнить прогнозы того времени. Причем не мои, а прогнозы рынка и прогнозы текущего времени. Золото, так сказать, успокоилось. Помните, мы говорили про пробой. Сейчас я посмотрю, все ли видно. Про пробой вот этой мощной-мощной трендовой линии. А пока что он оказался не то чтобы ложным, но как-то я бы на него не полагался. Вот зашли обратно. Ну посмотрим, что будет происходить. Лучше купить дороже, выше вот этих двух вершин. Такая двойная вершина формируется на Daily. Сейчас у нас что, Weekly или Daily? Нет, сейчас Weekly. Отлично. На Daily сформировалась вот такая двойная вершина. Вот, кстати, мини-терминал. Он у меня на некоторых графиках открыт. Удобная очень вещь. Отсюда прям можно торговать, писать лоты. Настраивать его можно. Вот вместо котелого окна и Ctrl-M можно вот так настроить мини-терминал. Да, что такое мини-терминал? Это Supreme Edition приложение. Вы его можете скачать с сайта Адмирала. Кто не знает, там есть такое приложение. Оно только у Адмирала. То есть это написано только для клиентов Адмирала. Я могу пользоваться только клиентом Адмирала. Скачивайте. И там масса всего. Давно я о нем не говорил. Покажу буквально два слова. Сейчас откроется. Нет, не это. Какой Explorer? Я не хотел открывать Explorer. Вот я включу. Вот здесь. Вот несколько даже инструментов, которыми можно пользоваться. Например, корреляционная матрица показывает, какие инструменты с какими коррелируют. Алармы можно ставить особые. Дальше. Вот мини-терминал я открыл. Сессия. Увидеть карту сессии. Где какие индексы растут, какие падают. Масса всего. Трейдинг-симулятор и так далее. То есть это блок, который написан специально для клиентов Адмирала. И могут пользоваться только те, кто или демо-версию скачал, или реальную версию. То есть это отдельный блок. Нигде его нет. Нигде у других брокеров его нет. Я тоже иногда пользуюсь. Мне особенно нравится корреляция. Смотреть корреляции. Есть даже новостной. Если вы хотите новости наблюдать за ними и читать в своем терминале в метатрейдере, то можете там тоже скачать блок, который вам закачает RSS-фид в сам метатрейдер. То есть не надо заходить в браузеры, как мы сейчас делаем. Смотреть где-то новости, читать. Будь то РБК или какой-нибудь американский агрегатор. Этого делать не надо. Все будет в вашем метатрейдере заканчиваться через RSS-фидер. Так, по золоту двойная вершина. Хорошая была отработка. Пункт в пункт. Просто практически пункт в пункт. Но учтите, что на уикле, на более старшем таймфрейме, этот момент очень спорный. Спорный в том смысле, что вроде пробили, вроде нет. Так что надо следить. Посмотрим, что будет происходить. Зайдем под эту линию, можно прокатиться вниз. Выйдем сильно вверх. Наверное, все-таки быки победят. И это очень глобальный такой фактор. Я вообще чувствую, что я боюсь таких глобальных факторов. Настолько они, вроде бы, очевидны. Настолько это такой старший таймфрейм, что на нем можно прям зайти и взять массу пунктов. Тысячи, десятки тысяч пунктов. Что иногда даже у меня возникают сомнения, действительно ли это можно сделать. Так, Tesla после сильного максимума, вот была коррекция вниз, быки не успокоились. Какая-то прям мода такая на Tesla, на акции. Ничего не пугает быков. Растет и растет, растет и растет. Прибыли нет, перспектив полным-полно. И, скорее всего, они реализуются. Но почему-то рынок хочет все это реализовать именно сейчас. Вот прям все спешат получить акции за недорого. Как биткоин прям, думают, что завтра уже им не дадут. Но я не готов спорить, насколько Tesla хороша в моменте, а вот насколько она долгосрочно хороша. Мне было, очевидно, уже давным-давно, когда у меня в портфеле даже эти акции были по 24-25 долларов, а то и может даже дешевле. Я продавал путы, что они не уйдут ниже 24-25, они ушли чуть ниже. И мне дали акции по 24, где-то по 25 на клиентских счетах. Но вы знаете, клиенты в основном старшего поколения все ругали меня, что какая к черту Tesla, нефтяное лобби победит. Это какая-то авантюра, это какой-то стартап непонятный. Да выходи, у тебя вон прибыль по 28, по 30 я стал выходить. А там у меня лежало в среднем 500 акций. То есть меньше 500, даже не помню, что какое-то у меня лежало. В основном по 500 акций. У кого-то может быть даже по 1000 на больших счетах. Ну вот можно посчитать, сколько бы это было. И с тех пор я не слушаю своих клиентов, а делаю так, как считаю нужно. Я даже три статьи написал огромную, у меня они лежат сейчас на компьютере, по поводу того, насколько Tesla хороша. Ну и что вы скажете? Вот типичный трейдер, думает одно, делает другое. Ну это было несколько лет назад, это был 11-й по-моему год, да, начало 11-го года. Окей. Да, мы не закончили. Вернемся к нашим инструментам. Что еще? Ну поема пока непонятно. Честно говоря, я даже не знаю, что делать. Смотрите, мы прямо в центре пути, да, лежим. Стоим такие в середине, пробили нисходящий треугольник, не дошли до верха. ЕЦБ вроде начал разогревать рынок несколько недель назад, несколько заседаний тому назад, что, мол, ребята, все будет у нас по-бычьему, по-истребиному, есть уже предпосылки, инфляция, все такое. А прошлое заседание ЕЦБ и выступление Драги я бы даже сыграл на понижение. Я бы даже думал, что это очень хороший медвежий сигнал. Но пока рынок не торопится. В общем-то, Драги успокоил всех, что вы разбежались, ставки будут оставаться низкими еще долгое время, ни о каком повышении до окончания методов количественного смягчения не будет. Скорее всего, методы количественного смягчения до конца года так и останутся. 60 миллиардов евро в месяц. Так что вот так не удивил рынки, даже наоборот успокоил, что не дергайтесь, все так же, как и было. Не знаю, почему вы решили, что по евро началась какая-то эйфория и ставки будут расти. А вот по Америке я сейчас вам покажу состояние, состояние, или мнение рынка. Это ближайшее заседание, как вы знаете, у нас 14-го. Вот заходим сюда. Это Чикагская биржа, CM Group. Заходим в раздел Interest Rates, то есть продукты и инструменты, связанные со ставками. Вот CMY Watch, FedWatch точнее. Сейчас он что-то не хочет показывать. Ссылка не активна. Давайте я обновлю. Вот, теперь активно. FedWatch открываем и сейчас загрузится. Вероятно, сейчас загрузится. Подождем немного. Обычно долго грузится. Это вот 14 июня, сохранение ставки, нет, повышение ставки 99,6. Да, правильно же я понимаю. Да, да, повышение ставки 99,6. То есть почти 100% вероятность. А на июль, на июль такое же. И сентябрь. Вот, кстати, в сентябре уже вступит в силу программы. И, точнее, будет понятно, насколько реформы Трампа, насколько его налоговые реформы, все остальные реформы действенны. Там где-то в начале сентября уже одобрят. Ну, то есть 20 сентября ФРС получит какой-то план понимания того, как эти будут работать реформы, что там с налогами будет происходить. Инфраструктурно, конечно, на них далеко. Речь идет именно о налоговых. Поэтому заседание 20 сентября очень важное. И здесь вероятность на повышение есть четверть. Ну, и пропустим ноябрь. Сразу конец года. До конца года рынок ждет, что будет, скорее всего, одно повышение вот здесь в июне или же два с такой же примерно вероятностью. Вот 49,6% одно, которое будет уже скоро. Сегодня какое? Завтра. Скоро, завтра будет. Сегодня уже ФРС начал освещаться. Столько тут на рынке была такая волатильность, что я даже забыл, что остался один день, то есть завтра. И с такой же вероятностью 50% повысят ставку в конце года. То есть интриги нет. Доллар теряет силу, доллар падает, вот падал к евро, потому что уже интриги не осталось. Всем все понятно. Одно повышение ждем завтра, и второе повышение до конца года. Скорее всего, уже не в сентябре, ноябре, а именно в самом конце года будет это повышение. Потому что ФРС надо дождаться этих налоговых реформ, посмотреть, как они выглядят. Потому что это дополнительный риск повышать ставки до разгона Трампом и всякими Конгрессами, Сенатами и так далее этих налоговых реформ, которые немножко непонятно, как будут выглядеть. Это большой риск. ФРС не может пойти на такой риск. А эту ставку уже решили давно, поэтому с ней делать нечего. Рынки уже заложились в нее. И, скорее всего, она как дань, как результат роста инфляции, как, так сказать, не повод, да, причина, точнее, не причина, а, так скажем, инструмент влияния на инфляцию, а не на эти налоговые реформы. Окей, мы обсудили ставки, поняли, что будет происходить. Ну, как обычно, я счет показываю, что у меня происходит на счету. Я, конечно, практикующий трейдер, торгую, правда, немножко на других рынках, немножечко другими инструментами, но они не так далеки от ваших. Скажем, тот же у меня есть фьючерс на нефть. Вот он у меня лежит. Точнее, уже не фьючерс, уже опционный. Фьючерс закрылся. Тесла через опционы. Ну, скажем так, это высший пилотаж, поэтому я даже не буду говорить, как и что. Гербалайт, Алибаба, Алиэкспресс-акции, Apple. Я вот даже специально с Алибабы заказал кое-что, чтобы посмотреть, как это работает, что это вообще происходит. Изучаю сейчас данные, цифры. Вы знаете, недавно Алибаба взлетел просто очень сильно, и Джек Ма стал самым богатым человеком Азии, учитель английского языка, который развлекал туристов тем, что показывал достопримечательность Китая, будучи студентом или даже нет, после этого. Ему повезло, что он знал английский, и вот решил это использовать. Кстати, для тех, кто живет в Таллине, мы скоро выпустим спецвыпуск с газетой Арипяев, вы знаете, деловые ведомости, есть такое деловое издание. Скоро выйдет, буквально через неделю, две спецвыпуск, посвященный событиям второго квартала. Он даже, я бы сказал, совместно с Адмирал Маркетс, ну, в какой-то мере Адмирал Маркетс, там, крупный рекламодатель. Но речь не об этом. Вот там будет статья про Джек Ма, про создателя Али Бабы, есть очень много интересных фактов из его жизни. Вы, наверное, уже устали читать про Уоррена Баффета, про Билла Гейтса, это такое старое поколение. Хотя Джек Ма никакое не новое поколение, Джек Ма это не стартапер, не создатель какого-то мега уникального стартапа, там, скажем, молодой человек до 30, как вот Форбс любит обычные вечеринки, даже они делают 30 человек до 30, такой был рейтинг, 30 миллионеров, в котором еще не 30. Можно даже миллиардеров. А Джек Ма уже ему 52 года, и более того, он создал, ну да, это тоже стартап, но все-таки такой более-менее классический, банальный, понятный, такой китайский Амазон, да, так скажем. Так вот, и масса интересных статей будет в этом выпуске. Для тех, кто из России, но очень хочет почитать, может быть, я как-нибудь PDF-персию вышлю, но это, так скажем, ограничено, не смогу я всем выслать, как бы, потому что там этот платный доступ, все такое. Ну, если кто-то очень захочет, пишите мне в Skype. Вот он мой Skype, кстати, я все время пишу его. Сейчас забыл. Вот он мой Skype, пишите в Skype, и у нас есть группа, где мы трейдеры, сейчас там 10 человек, пока она не сильно активна. собираемся, обсуждаем, будем обсуждать, точнее, что-то чисто для трейдеров или для тех, кто хочет, ну, хотя бы два раза в неделю смотреть, что происходит на рынке, хотя бы два раза в неделю, чаще, даже лучше. Я вас могу добавить туда. Как не добавил, подождите, Андрей М, вы Андрей М из Нарвы, я так понимаю, да? Если я прав, скажите, так ли это? Да, отлично. Я вас добавил в группу, могу показать. Вы уже добавлены в эту группу. Точно вам говорю, я вас добавил буквально через три минуты после того, как вы об этом написали. Вы в группе. Она называется US Stocks и чего-то options, как-то так. Да, ищите, вы в группе добавлены прямо в тот же день. Так что, сейчас вернемся к метатрейдеру, посмотрим, ничего ли я не забыл. Ничего ли я не забыл. Газ, нефть. Да, по фунту. Тут у нас выборы, вот отскок дохлой кошки, совсем немного смогли выборы увести фунт вниз. Я бы сказал, это, конечно, не Brexit, но 200 пунктов, если считать закрытие, если считать минимум 300 пунктов. Поэтому я бы все-таки покупал, ожидая, что все худшее позади, и 100 плос бы поставил очень близкий. Но я считаю, это достаточно близкий 100 плос. Посмотрим, что будет, закроем ГОЭП или нет, какая будет инфляция. По фунту тоже очень много данных. Вообще-то неделя, это неделя фунт-доллара, это неделя пары фунт-доллар. Об этом я, кстати, написал, или даже снял видео вот здесь. Еще раз я скину вам, нет, в аналитике, я скину вам ссылку вот сюда. Вот сюда. Сразу давайте на YouTube скину ссылку. вот здесь такой небольшой разбор. Что такое? Давайте вот так. Небольшой обзор я делал. Видео. Да, Олег, я прошу прощения. USDCAD, вот честно, сейчас ничего не могу сказать. Когда я последний раз смотрел эту пару, я не знаю. Но в прошлый раз обещал, так и не снижал обещания. Мы будем больше и с другими парами работать. Точнее, буквально дайте мне неделю, и я и займусь этой парой. Какие-то мысли на работу, потому что невозможно просто посмотреть, сразу что-то сказать. Привыкну к ней. Ну, давно я не занимался USDCAD, не то, что не торговал, так как опционов нет, поэтому такими парами редко торгую. Может, даже есть опционы, не ликвидные. Так что, наверное, в следующий раз мы это сделаем. Теперь, да, неделя фунта. Очень много данных будет и по фунту, и по доллару-фунту. Поэтому фунт сейчас в тренде, так скажем. Так, Олег пишет, что за сутки больше, чем GBPUSD? Я немножечко не понимаю, что за сутки больше, чем GBPUSD. Напишите, пожалуйста, более, вот так, раскройте мысль, что именно. Возможно, я что-то сказал, и вы добавили к этой фразе, но я уже выпустил цепочку, что именно за сутки больше, чем GBPUSD, наверное, движение по ней больше, чем GBPUSD, я так понимаю, или что. Напишите, пожалуйста. Итак, ладно, у нас уже, да, движение, я так и понял. Хорошо. Обязательно разберем и Австралию, и Новозеландский доллар. У меня, наверное, все. Особо других интересных вещей на этой неделе не было. По календарю я вам скинул ссылку, посмотрите видео, там все есть. Наверное, лучше сейчас на это не тратить время, потому что когда у нас вебинары выходят на час и более, а потом люди, которые смотрят записи, а мне много таких людей пишут, что смотрят записи, допустим, работают в это время, или где-то в Барнауле, допустим, уже 3 часа, 4 часа ночи, не включить, не посмотреть, люди спят, так что они смотрят записи. И если вебинар там длится час с чем-то, у людей не так много времени, да, да и сейчас у вас не так много, наверное, времени, все хотят отдыхать. Об основных вещах поговорили. Всем желаю удачи на рынках, следите за аналитикой, следите за нашими видео. Мы еще увидимся. В этот четверг мы пропускаем, тематического вебинара не будет, потому что он через неделю. Хотя, если вы будете предлагать очень много идей, я хоть готов каждый день тематические вебинары делать. Вот посмотрите, у нас был по нефти, я нашел массу статистики, посмотрите обязательно этот вебинар, который вы, если пропустили, масса статистики с ОПЕК, других ресурсов, просто на пальцах раскрыл, доказал, что рынок нефти скорее медвежий глобально, чем бычий, и лучше искать на нем точку входа на СЭЛ, чем точку входа на БАИ, и обосновал это решение. Конечно, все может быть сейчас, мы можем и вверх уйти, но вот те люди, которые кто-то у меня под видео уже в другой компании написал, что жду 63.90, не знаю, я хотел ему написать, что родной, ну как так, как можно ждать при всем том, что случилось, случается при всех этих факторах, запасах, вышках буровых, при том, что ОПЕК ничего особо не сделал, как можно ждать 63, объясните мне, пожалуйста, не понимающему таких быков, ярых человеку. Ну вот, я промолчал, ничего ему не написал, так и остался его комментарий под видео, что он ждет 63.90. Ну что я могу сказать, есть такая фигура, сейчас мем в интернете, жду, придется ему превратиться в ждуна. А вам я желаю удачи, не будьте ждунами, точнее, будьте ждунами уже не в позиции, а до того, как вы зайдете в позицию, сто раз подумайте, лучше подождать быть вне рынка, чем потом оказаться ждуном и ждать, пока закроется рынок. Все, спасибо всем слушателям, вот каждый раз Юрий пишет на украинском, дякую, спасибо, спасибо Киев, Украина, Россия, Латвия, Эстония, пока география у нас такая. Все, желаю удачи, всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok